Ну-ка, а ты не слишком крут? А? Не слишком крут? А? Когда жена, я такой муж. Сейчас я его концерт. Да я его не буду носить. Такой многоцерт. Лука, мне нравится. Пока. Боже, ну какой мужчина. Пришел домой, я просто не могу. Девочки, не могу не поделиться. Да. Даже не буду... В Бурбере. В Бурбере? Да дело не в Бурбере, Владимир. Дело вообще в стиле, в настроении, в глазах, в прическе. Просто, не знаю, влюбляюсь каждый раз. Владимир делится своей болью. Второй день едет на моей машине. Как ты ее называешь? Да я не стыдно, говорит в камеру. Такая кобыла необъездная. Ну нет. Так. Радио у меня в современном Гитлера еще там какое-то качество. Ну, такая вот девчачья машина. Еще, ни на сомнение, с гитарой Лиспол, которая очень престижная, хорошая, тяжелая, играть на ней невозможно. Примерно так. А также это Гивенваген, это вот катерная машина. Там есть, конечно, свои преимущества. Хоть одно преимущество, надо ли? Ну, то, что сидишь, а тебе ничего не видно, что сзади происходит. Там колесо помешает. Сидишь, как в танке сидишь, и ничего не видно. В общем, у Владимира боль. Вот вы, понимаешь, почувствуете себя. А мою машину забрали на завтра. Такая боль, такая боль. Это богатка своей причиной. Первое в жизни мы перед большими концертами начали репетировать заранее. Мы нашли классную базу, и там сейчас репетируем. Такой шикарный звук. У меня новая гитара, совершенно потрясающая гитара. Там были ребята из круиза, другие музыканты. Они когда ее увидели, услышали, как она звучит. Они все просто открыли рот. Вот. Гитара совершенно великолепная. У меня все хорошие гитары, но это вот самое новое. А самое новое, значит, самое любимое. То есть мы заранее начали готовиться к концерту 8 марта, потому что он для нас очень важен. Дело в том, что концерт Абсолют Бэнд отменился по той причине, что на площадке пока не разрешает полный зал. Абсолют Бэнд – это хард-рок бэнд, который должен выступать при стажем портере, чтобы бар работал, чтобы все места были заняты. Это хард-рок концерт. А на самом деле 8 марта – это будет просто концерт из песен, которые меня просили в основном поклонники. И 20% будут песен, которых мы или вообще не играли, или новых песен из альбомов. Дурная репутация и неодинокая детка. Это будет легкий концерт. И, естественно, для девушек, но и для мальчиков тоже понравится, потому что очень интересная программа получается. Приходите, пожалуйста, в 8 марта «Возвестия Хо». Мы вообще уже без фильтров никуда, Владимир. Мы как есть. Почему? Почему? Нет? Красивая. Красивая, потому что с фильтров. Я хотела записать смешную историю. Так я беру, Володя обнимаю, и так раз у него мокрая футболка. Говорит, ты что это такой мокрый? Заболел? А ты что? Да я пока парковку в пятом обеде положил. Ну ты сейчас смешно рассказывал. У тебя что такое грустное? Ну я поехал, короче, за рюкзачком. Я хожу в бассейн с сумкой, которая с 90-х годов. Я решил себе купить спортивную сумку. Кто с зеленочкой такой? А там нужно парковку оплачивать. Я карту засунул туда, где наличные. И она там застряла. И парень там, уборщик, не русский, он такой, сюда нажимай, сюда, сюда нажимай. Я говорю, дай 100 рублей, говорю. Дай 100 рублей. Она говорит, ты такая красивая, это лифир тут? А ты посмотри, говорит, нет, такая есть. И что дальше? Поэтому я пришла, что ты. Пришла показывать, какая ты красивая, а так бы ты не пришла бы. Пришла меня провожала, такая, пакетик вынесла. Мне же нельзя тяжелое носить. Да, выхожу, я говорю, давай я тебе... Я же гитарист. Вот, он в магазине за молоком. Я говорю, дайте, помогу. Уходит такой с 5-метровой бутылкой воды. И два молока, это конечно... А чего мелочить? Ты кого-то говоришь похож на американского фермера Билли Баба. Меня зовут Билли Баба. Или на кантре певца без шляпы. Да, да, да. А они шляпу носят, чтобы лысина не было видно. Слушай, мне кажется, как вариант. Я вообще, честно говоря, когда я как-то мерил в Мексике, помнишь, мы с тобой мерили эти сапоги? А, да. Но в них вообще не только ходить, 5 минут простоять в магазине невозможно. Настолько жесткие и жаркие. Это вообще невозможно. Их не одеть, не снять. Надо столько усилий применять. Вообще надо спортом заниматься, чтобы одеть эти сапоги. Я представляю, как они в жару, по Мексике и по Техасу, ходят в этих шляпах и в сапогах. Это какой-то кошмар. Так, может быть, поэтому они выпивают. Ну, еще бы там не выпивать. Там как мне нравится, как этот самый... пираток Казецкого моря, он все время там... У него тут пустая бутылка рома. Я не понимаю, куда девается этот ром? Куда все время девается этот ром? А ты что пьешь? А я пью отвар из двух трав. Вот, я на диете. Я вообще ничего не ем в седьмой день. Не пугаю на диете. Нет, шестое, тято, седьмое. То есть, я начал как раз в среду, когда у нас в эфире, сел на диету. Ну, там специально по системе, ты не пугай. Если кому интересно, мы расскажем. С медом, с лимоном. В общем, готовимся к дню рождения, я так понимаю, да? А причем на дне рождения мне нельзя будет есть, потому что одесса, как после голодания, есть-то нельзя. Но соки, ладно. Поэтому я только, может, огурчик съем там, какой-то соленый. Битый, да. Битый огурчик, да. Все, мне еще ничего нельзя будет есть, а то у меня будет завар такой шок. Ну, ты видишь, какой интересный. С возрастом дни рождения меняются. Да, и возраст меняется, главное. Дни рождения-то, ладно. Но это будет, я надеюсь, тихий день рождения, спокойный. Без свидетелей. Без свидетелей битого огурца. Мне кажется, многие пишут, что ты как коньяк с возрастом все интереснее и вот просто одоброчнее. Вообще я не знаю про коньяк, но про вино я знаю такую фишку. Один профессор недавно читал, что вообще существует молодое вино. Вино – это только молодое вино. Все, которое старое вино – это просто прокисший компот. И вот эти люди, которые делали виноделы, они бедные виноградники, растили, растили, а потом вино им некуда было продать, потому что все хотели молодого вино. Потому что оно молодое, свежее. И вот придумали такую легенду, маркетологи еще давно-давно-давно, что чем старее вино, тем оно вкуснее, тем у нее появляется то-то, то-то, столько там всяких привкусов. И там целая легенда расскажет про это вино, что она там отдает тем-то, тем-то, тем-то. А я в ней вижу там вообще покои королевы, чувствую в этом запахе вино, там, прихожая, туалет, королевы. Где ты это начитался? Вот. И поэтому это просто то, чтобы зарабатывать деньги. Чем вино старее, тем оно хуже, на самом деле. И вот пить его невозможно, потому что это не вино, а протухшее просто. Ладно, сейчас обо многие, наверное, как сомелье или ценители вина. Вот сомелье, они на этом зарабатывают. А я лично, когда был с собой, пошел в ресторан наш. Вот никого не было. Что ты когда-то был кем в моей жизни? С собой, с собой. Так. Ну, я ночами работал, а днем спал. У меня был такой период. И поэтому я заканчивал работу и шел, значит, утром выпить вина в ресторан. И никого там не было, и мой знакомый официант. Я говорю, да, ну это какое вино? Я говорю, давай все перепробуем. Зараз? И выясним. И вот он перенес меня в перемешку. Дорогое, среднее вино, дешевое. И, в общем, все, которые у него были. Я сделал, перегубил по глотку. И он говорит, ну какое сомалу самое невкусное? Я говорю, самое невкусное вот это. Он говорит, это самое дорогое. Такий фермер, Вал. Ты очень простой человек просто, мне кажется. И это прекрасно. Я считаю, что фермеры, это очень простые люди. Это очень серьезная работа, мне на них годится. Я работаю мозгами и руками. Что ты хочешь показать? Еще фокусы. Еще один? Еще? Новый какой-то ролик? Обожняется, обожняется. Обожняется. Самое удобное, это вот, когда играешь медиатором, и еще пальчик у тебя играет. А самое сложное, это вот, держать его там. Как будто его нету. На самом деле он есть. Просто надо их держать. А можно держать вот здесь его. Тогда четыре пальца этих свободные. Чудес много. Вот так, как, глядишь, с нижнего, до вертнего. И вот так. То эти пальчики выгодишься. И люди думают, да почему такой звук интересный происходит? Потому что пальцами совсем другое звукоизлечение, другой звук. И когда чередуешь пальцами медиатор, то создается какое-то новое звучание. Рекомендую. Очень полезное занятие. Причем не занимает ни времени, ни места. Единственный минус, медиатор теряется. Медиатор теряется, как, не знаю, куда они деваются. Как ром у этого пирата Карибского моря. Также медиаторы всегда исчезают. Их надо закупать тоннами. Я только не нахожу эти медиаторы. Да. Что вам еще сказали? Не знаю. Я в такие моменты, нам надо выходить просто в прямой эфир и болтать с тобой. Да, конечно. Хотелось торис на пятнадцать. Кому это нужно? Кому это нужно? А, может, даже если никому не нужно, я. Мы сами придумали, сами прокайфовали. Да сейчас я песню пишу, можно будет завтра даже продемонстрировать. Нет, нет, стоп, так не пугай. Мы же, у нас 29-го числа выпуск «Мне одиноко, детка». А ты вот пообещаешь, а потом музыкальное качество. А еще, мы будем разбирать завтра, что ли? Нет, завтра мы... Что ты хочешь завтра разбирать? Нет, просто рассказать про песню, что все как интересно получилось. Я сочинял песню про пащие мечты. У меня много песен про мечты с разными названиями. Что-то сидел, 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 она мне так понравилась, но что-то мне так грустно стало. Я взял, все стер весь голос и спел «Летящие мечты». И так и доволен. И у меня сразу такое настроение поднялось. Променял одно слово, остальные слова не менял. Классно, получилась теперь позитивная песня. Ну и все, ребят. Да, до прямого эфира. Пейте травку. С медом и лимоном. Как ты скажешь, о чем ты сейчас? Да, Игорь, ты меня снимала, я был больной, уставший. Да. Вообще непонятно, как вы. Смотри на себя в зеркало. Какой красивый мужчина. Что ты меня сегодня не снимаешь? Так, ну вот снимай. Смотри, даже я собирался прическу переделывать. Там даже пока я не буду, пусть еще растут. Вот, смотри, длина бороды у меня идеальная. Идеальная? Потом это самое. Усы не такие черные. Они посидели чуть-чуть и стало лучше. Очень важная, я считаю, информация для поклонников. Офигенно. Зубы, смотри, такие белые. Так, что еще показать поклонникам? Что еще показать? Паникюр. Что-то, по-моему, у меня тут какая-то фигня. Смотри, маникюр какой у меня. Чуили, подожди, подожди. Паник уже сказал, не надо в сториз, нужно еще в ленту этого оставить. На долгие годы, потом восхищаться собой. Смотри, какие мы классные были. Не то, что сейчас. Слушай, я никогда не знала, что ты такой скромный. Вот откуда он такой скромный? Откуда вдруг ты от тебя привезешь? Ну, вот как раз скромность и украшает человека. Украсть он сюда невозможности. А что, почему мне еще новое? Нет, ты хотела сказать, что не записала, что маникюр очень важен для гитарицы. А, маникюр, да. А, маникюр, да. Она была роскошной. Соседия в пунктах. Соседия в пунктах. Соседия в пунктах. Что происходит? Потом пошло все по программе. Ребята, просто так. Спасибо. Забыв, что жизнь опасная игра. Она была так сексуальна, в любовь играла так и она. Нас разлучил один ночной звонок. Прости, я срочно улетаю. Но на прощание умоляю. Еще раз ставь свой ключик в мой замок. Еще раз ставь свой ключик в мой замок. Всем привет. Добрый вечер. Просто я сидела в комнате. И Владея работал. И все время комментировал свою работу. Я подумала, что нужно для вас это снять. Это очень увлекательный процесс. Наблюдать, как он работает. Вот так он работает. Тарелок очень много. Ты всегда так комментируешь? Как ты работаешь? Тарелок очень много. Надо их убирать в тарелке. Короче, начинаем заново. Немного пьяный и уставший. Я возвращался от Наташи. Мой лифт приехал на другой этаж. Я ставил ключ в замок привычно. Вошел в квартиру, как обычно. И произвел большой ажиотаж. Она была почти раздета. Я видел раньше где-то. Она воскликнула, какой сюрприз. Когда ждал я этой встречи? Ты проведешь со мною вечер. Я исполню любой каприз. Я исполнил твой любой каприз. Я буду прочь повеселиться. Она была роскошной лицей. Мы наслаждались встречи до утра. Где утро? Куда делось-то? Подожди, вы же это уже выпустите. Вы же это уже выпустите, как они звучат. А так можно, да? Там были замечания. Попробую шелычков. Мне плевать хотелось найти шелычки, честно говоря. Я их слышал, и Саша их слышал. Он был до фени до этих шелычков. Потому что это живая музыка, и шелычки там убирать, чистить щёточки. Спасибо, конечно, этому чуваку, который там написал. Нам надо было в личку написать, а не для всех. А по-моему, он в итоге в личку уже писал. А? Он же в личку, по-моему, писал. Нет, а откуда же появился у Дымова тогда? А, может быть. Короче, такие мелочи, шелычки, шелычки. Все нормальные вокалисты никогда не чистят свой голос. Обычно все при дыхании, все. Вот, мы и так не делаем. Мы не используем мелодайна, мы не используем автотюн, мы не используем пич коррекшн. Поэтому все, как вы слышите, так и слышите. Если есть какие-то шелычки, если я сделал так. Слюна, у меня пошла слюна. Куда я ее дену? А в удовольствие. Я могу ее, конечно, выкинуть. Но я не вижу смысла. Пропадает жизнь. Песня должна быть жизнь. А сейчас вы что корректируете? Сейчас я делаю вот эту песню про ключик. Но вот на самом деле гениально получилась песня. Просто гениально получилась песня. Хорошо прочитаю. Школьный рок-н-ролл, который... Но ее люди не слышали же еще. Ну, сейчас только в сторис. Кто смотрел, сейчас в сторис только слышал. А так мы не знаем. Люди много чего не слышали. Они только... Саня сейчас слышит, а все не то, что надо. Ну, что ты вот на своих поклонников гонишь? Те, кто нас смотрят, знают практически все твои альбомы. Если не знают, то знакомятся. Я что должен делать сейчас? Отчитываться или что? Я работаю, я занимаюсь своим делом. Я просто не могла мне показать, как ты работаешь. Это очень интересно. Не все так работают. Ну да, не все. Не всегда? Ну, я первый раз такое вижу. Очень увлекло тебя что-то. Тебе привет, Иссорчик. Не увлекло, просто мне камера не мешает. Что мне увлекло? Все, походим. У вас эта песня гениальная. В тот день, когда услышал я вживую Впервые старый добрый Рогенролл Я понял, больше счастья не найду я Чем то, что я сегодня приобрел Родители купили мне гитару За что я вечно благодарен им И музыка бела в душе гектаром Я наслаждался каждым днем своим Я занимался долго и упорно Когда мне стукнуло 12 лет Играл уже уверенно, задорно И понимал, что лучше жизни нет Я пользую свою первую рок-группу Компанию прикольных чувачков Мы блюз и рок-н-ролл играли тупо На нас смотрели, как на дурочков Прошло лет 30, и куда не детится Воспоминания нагоняют грусть Я попрощался с рок-н-роллым детством Но с рок-н-роллом детства не прощусь Прохло лет 30, и куда не детится Воспоминания нагоняют грусть Я попрощался с рок-н-роллым детством Но с рок-н-роллом детства не прощусь Лучшая песня Слизала У меня прям Слизателем потекло Это ты про эту же песню рассказывал? Называется «Школьный рок-н-ролл», запомните На самом деле это никакой не рок-н-ролл Это вообще баллада Белый танец, можно сказать Она, пожалуй, самая автографическая песня в моей жизни И она настолько красивая и удачная Что если ее народ не поймет То я тогда буду делать вообще все, что захочу Я и так делаю все, что захочу Но тогда для народа не буду стараться Потому что не имеет смысла Но если люди не понимают Таких вещей И танцевал аттвист Чего на сцену только не бросали Однажды нам пришлось не уйти Но с каждым дня все лучше мы играли И беззаводных тела не гадили Практически мы без афаратуры Толпу могли переорять Нас и шерстью пригостили в дом культуры По выходным на танцах поиграть Мы постепенно стали популярны Народ от нас тащился и торчал Мы были заводны, но не вульгарны И аппарат как фирменный звучал Прошло лет тридцать, никуда не верся Воспоминания, нагоняя груст Я попрощался с таким родным детством Но с таким родным детства не прощусь Прошло лет тридцать, никуда не верся Воспоминания, нагоняя груст Я попрощался с таким родным детством Но с таким родным детством не прощусь Девчонки постоянно в нас влюблялись И старшие достали уезжать Мы выходить на сцену не боялись Никто нам не пытался угрожать Последний раз в спортивном школьном зале Стреляли мы на нашем выпускном Девчонки обнимались и выдали Мальчишки забивали бон вино Мальчишки забивали бон вино Мальчишки забивали бон вино Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Несколько человек написали, что плачет Плачет Несколько человек написали, что плачет Слушаю И говорят, что на самом деле они тебя понимают многие твои поклонники понимают твои песни ну еще бы такую не понять я надеюсь что должны понимать строго теперь будем заниматься делом хватит ледики время полдвенадцатого ночи к слову ничего само время для работы всем доброй ночи что прощаюсь всем доброй ночи попрощаюсь всем доброй ночи будем работать дальше песню школьной рок-н-ролл вы еще вспомните на самом деле это никакой не рок-н-ролл такая лирика ностальгическая лирика реально будь вам там 20 лет 40 50 60 однозначно вам должна зайти ваше сердце все всем пока спокойной ночи